Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал ОМАРКЕТС, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы, как и всегда, сможете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал ОМАРКЕТС, где каждый день мы публикуем большое количество аналитического контента. Надеюсь, что мои коллеги держали вас в курсе всех основных событий. Ничего не осталось упущенным. Если что, обязательно наверстаем, закроем все пробелы. Если есть какие-то вопросы касательно перспектив финансовых активов, пишите в комментариях. С большим удовольствием отвечу. Ну что ж, эта неделя ключевое фундаментальное событие может быть, друзья, даже не только недели, а гораздо более длительного промежутка времени — это заседание ФРС. Двухдневное заседание стартует во вторник, а в среду будем подводить итоги вместе со всеми участниками рынка, экспертами, аналитиками, со всем трейдерским сообществом. Заседание ФРС имеет большое значение, потому что это еще одна возможность для нас, для долгосрочно ориентированных трейдеров, уточнить перспективы доллара. И мне, наверное, как и вам, очень хочется разобраться все-таки с тем, что же стоит делать дальше с долларом. На прошлой неделе, давайте так крупными мазками, данные по инфляции, которые вышли в США, указали на замедление темпов роста индекса потребительских цен. То есть инфляция, возможно, как полагают многие, миновала пиковое значение, теперь будет снижаться. Если она будет снижаться, то постепенно будет откатывать к целевому значению Федрезерва в районе 2%. После данных по инфляции, которые являются одним из столпов принять решение ФРС касательно процентных ставок и сокращения программы количественного осмягчения, снова на рынке повис вопрос, что дальше. Что будут делать американские регуляторы? Здесь нужно, конечно же, разобрать два сценария. Они имеют место быть, имеют место и право жить в равных, опять же, вероятностях. Дело в том, что снижение инфляции, замедление роста индекса потребительских цен – это фактически сигнал для американского регулятора не торопиться с отказом от экономических стимулов. Потому что зачем? Инфляция больше не представляет угрозу для экономического благополучия экономики. И не нужно инструментами денежно-кредитного регулирования пытаться ее замедлить. С другой стороны, если инфляция снижается, это, напротив, сигнал того, что условия еще больше улучшились. Экономика еще активнее преодолевает все негативные последствия. И, может быть, сейчас в этих условиях пора помочь ей освободить ее от зависимости в виде вот этих бесплатных инъекций денежной ликвидности. Ну, почти бесплатных. Ладно. Ответ на этот вопрос будем надеяться, друзья, потому что мы получим по факту текущего заседания американского регулятора. Но если вспомнить и говорить о тех аргументах, которые были в основе прежнего моего шарта по доллару, он, кстати, сохраняет свою силу актуальность, даже несмотря на то, что индекс доллара сейчас котируется на отметке 93.31. Это опора не на предположения и прогнозы того, что может быть дальше, а непосредственно на факты в виде провального нон-фарм перлса по итогам прошлого месяца. Я считаю, что фактом также практически свершившимся уже являются провальный потенциальный сентябрьский отчет. Мичиганский индекс доверия потребителей минимальное значение с 2011 года. Непосредственно сама риторика Джерома Паула. Сначала мы слышали на симпозиуме в Джексон Холле, потом пытались найти ответы. В протоколах везде было сказано, что еще не время, еще не сложились достаточно основания для того, чтобы регулятор сейчас начал активно сокращать программу количественного смягчения. На этом фоне лично мне было крайне удивительно наблюдать ралли доллара прошлой недели. Хотя сейчас, если покопаться в причинах, кто-то скажет, что у ООН роничные продажи выросли на 0,7%. Я скажу, что рост роничных продаж был компенсирован ростом перевещенных заявок на пособие по безработице. Пожалуй, самый главный аргумент роста доллара – это скачок доходности американских трежерис до многомесячного максимума в 1,35%. Тут, конечно же, у меня нет стопроцентного ответа, даже более-менее, скорее всего, приближенного к реальности аргумента, почему доходность американских трежерис так вырос. Видите, рост доходности облигаций – это, с одной стороны, и является отражением того, что большинство участников рынка начинают закладываться под то, что ФРС начнет ужесточать денежно-кредитную политику. Я уже устал, наверное, как и вы, гадать, друзья, что будет дальше. Предлагаю просто дождаться развязки именно по факту текущего сентябрьского заседания и уже после этого принимать какие-то решения о том, как действовать дальше. Но мне почему-то кажется, что ФРС по итогам сентябрьского заседания, то есть в эту среду, еще раз нам просигнализирует о том, что пока что не собирается отказываться от экономических стимулов. А поэтому я очень рассчитываю на то, что доллар пойдет вниз. Рынок нефти – 74,77 доллара за баррель. Последствия урагана Ида мы сделали цели 75 долларов за баррель. Сейчас, если оценивать статистику от Бюро безопасности и экологического контроля, производство нефти находится на уровнях 70% загрузки, то есть простое примерно 30% нефтеперерабатывающих и нефтедбывающих предприятий. Это следствие Ида, Николаса от факта форс-мажорных стихийных бедствий. Но поскольку благодаря этому фону мы уже сделали нашу цель, и сейчас уже прекрасно понимаем, что до появления нового значимого урагана влияние стихии будет уже ослабевать, я думаю, что из длинных позиций, я абсолютно даже уверен, стоит выйти. Ну, надеюсь, вы, друзья, закрыли ланги после теста 75 долларов за баррель. Дальше все будет зависеть от того, как отреагирует на итоги заседания ФРС доллара. Рынок нефти поддерживали данные по запасам. Мы, как и ожидали, оказались правы, что на фоне того, что случилось в Мексиканском заливе, запасы резко снизились, как нефти, так и бензина. И все это было подтверждено цифрами и фактами. Пока что рынок нефти предлагаю оставить ее в покое. Американский фондовый рынок, здесь я покупатель. И продолжаю верить в рост S&P после небольшой коррекции, я абсолютно нормально к ней отношусь. И, напротив, даже начинал напрягаться уже, когда коррекции не было в течение длительного периода времени. 4 385 пунктов сейчас. JP Morgan рекомендует покупать с ценами 4 700 до конца этого года и 5 000 уже на 22 год. Европейская валюта против доллара. Рекомендую присмотреться к уровню 1,1650. Вот в диапазоне 1,16-1,1650 забросить туда отложку, байлимит и выкупать евро. Почему? Потому что Европейский центральный банк, не забывайте, друзья, просто попробуйте закрыть глаза на то, что сейчас происходит с долларом, и сфокусироваться на монетарной политике ЕЦБ. ЕЦБ две недели назад скорректировал программу количественного смягчения в рамках экстренного выкупа облигаций, отреагировав на текущие экономические условия, на рост инфляции. Не обозначил конкретные цифры, на сколько, но мы сами додумали, мы прекрасно помним, что в прошлом месяце ЕЦБ купил облигации примерно на 65-68 миллиардов за месяц. Ну, если он будет корректировать объемы, то, скорее всего, диапазон покупок уже будет смещен в район 60-65, может быть, чуть побольше. То есть, в любом случае, сокращение именно отемпов выкупа облигаций это шаг в сторону ужесточения политики, и это, конечно же, сигнал для того, чтобы снова присмотреться к евро как активу на долгосрочный рост. Прогноз экономического роста, кстати, был улучшен европейским центральным банком. И здесь остается ждать теперь октябрьское заседание ЕЦБ. Я полагаю, что там будут даны сигналы в сторону еще большего сокращения программы количественного смягчения. И все самое интересное произойдет уже под закрытие этого года в декабре, потому что даже по прогнозу Блумберг в декабре очень сильно прогремят ФРС и Европейский центральный банк. Я рекомендую заранее торговать контрастностью монетарных политик и ставить на, ну, пока что, друзья, в текущих условиях, если не обращать внимания на предстоящие заседания ФРС и то, что там все может измениться. Но пока что ставить на долгосрочное снижение доллара и рост европейской валюты. Фунт я рекомендовал шортить на фоне возросших политических рисков после того, как парламент Великобритании вернулся с каникул. Первое, что они протащили, практически протащили. Это более высокие налоговые обязательства, рост ставки страхования, что было воспринято в штыки населением, категорически против всех. Снова напоминаю, что во время предвыборной кампании Борис Джонсон обещал не трогать тему налогов, но сейчас вынуждены меры, которые заставляют правительство прорабатывать все возможные варианты, в том числе найти более надежный источник постоянного финансирования системы социальной защиты. И вот нашли возможность профинансировать за счет снова граждан и потребителей. Какое-то время эта тема еще будет резонировать, поэтому фунт можно поддержать в шортах до отметки 1,35-1,35-1,35-1,35-1,50. Вот на этих уровнях можно пока остановиться. И золото 1747. Золото обвалилось за ростом доходности американских облигаций, постоянно конкурирующие между собой активы. Несмотря на то, что золото, мне бы хотелось видеть гораздо выше текущих значений, но я понимаю, что пока не будет ясности по доллару, на ожиданиях именно в ближайшей, по сути, три торговой сессии, сегодня, вторник и до вечера на среды, золото могут продавить, в том числе и до уровня 1700 долларов за тройскую сумму. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей вам торговой недели. Всем пока.